Всем привет, это Рума Туриста Так, друзья, я вообще-то собирался сегодня в московскую квартиру Тутте Ларсен А оказался за 150 километров от Москвы в доме Тутте Ларсен Здравствуйте, я Тутте Ларсен, телерадиоведущая, блогер, мама троих детей Я мечтала о доме очень давно, но совершенно не понимала, где мой дом должен стоять И участок, все же начинается с участка, мы искали более 10 лет Сначала мы снимали дом под Звенигородом и хотели купить что-то там, в окрестностях Но за те 10 лет, что мы снимали там дом, все очень сильно изменилось Звенигород очень сильно разросся, превратился из маленького курортного городка в большой застроенный город С прекрасной инфраструктурой, с цивилизацией, с логистикой, но мы хотели от дома не этого Более того, живя 10 лет в съемном доме, мы туда приезжали в основном только на каникулы и по выходным Мы поняли, что мы не хотим постоянно жить за городом, нам это неудобно Вся наша жизнь, активности, школа, садики, занятия детей, работа, все-все-таки в Москве И поэтому мы определились с тем, что мы готовы уехать дальше, сильно дальше Звенигорода Но с тем, чтобы оказаться по-настоящему на природе То есть мы хотим дачу, дача это максимум природы, минимум цивилизации И желательно, чтобы соседа было не видно Друзья, если вы тоже выбираете для себя однозначно дом То есть сегодня как раз классный случай, когда можно услышать от Туту Ларсен, почему она выбрала дом У нас здесь большой поселок, коттеджный поселок, без застройки Люди просто покупали землю, и сейчас каждый строится кто во что гораст А здесь-то вы давно перебрались уже сюда? Мы на совсем не перебрались, это дача Но так получилось, что мы достроили этот дом практически перед началом пандемии изоляции И весь 2020 год, ну не весь 2020 год, но с апреля по сентябрь 2020 года мы здесь жили И честно скажу, первые две недели жизни здесь мне дались очень тяжело По очень разным причинам Во-первых, ну и самое главное, это то, что я оказалась одна со своими всеми домочадцами Без няни и без домработницы И стала как бы заменять няню и домработницу При том, что я еще работала И здесь немного места, 150 квадратов всего, но все равно там несколько санузлов Готовка, уборка и все остальное Я вскрывалась вообще на первых порах от количества навалившейся на меня домашней работы И от того, насколько, оказывается, мои дети неряхи и неприспособленные к жизни существа Ну, Валера, мой муж меня очень выручал, но тем не менее мы притирались долго А второе, было, знаешь, мне было очень-очень-очень страшно Потому что здесь абсолютная тишина и абсолютная темнота по ночам Я поняла, насколько мы в Москве даже не замечаем вот этот фон светового загрязнения Звукового загрязнения, в котором мы существуем Как много лишнего в голове и снаружи Как только ты оказываешься в нормальной, какой-то экологически чистой среде У тебя едет крыша, потому что так темно и так тихо не бывает Про дом Я вообще всю жизнь мечтала деревянный дом иметь и сруб И мне очень хотелось, после того, как я побывала на Алтае, построить дом из кедра Но так случилось, что несколько факторов сошлись в один Во-первых, я съездила в Норвегию И эта страна меня совершенно перевернула В том числе и в том, что касается архитектуры и дизайна Я увидела, как круто они сочетают какие-то очень простые минималистические вещи С старинными предметами интерьера, с природой И я поняла, что я очень хочу дом в скандинавском стиле Более того, не просто в скандинавском, а именно в норвежском А это так, чтобы реально не было заборов и сосед был очень далеко И вид был только на какую-нибудь природу Как в Норвегии говорят, у тебя дом должен так располагаться, чтобы в одну дверь ты вышел и сел в лодку В другую дверь вышел и стал на лыжи Вот примерно это была моя концепция тоже А во-вторых, так получилось, что мы купили участок в водоохранной зоне И тут есть определенные ограничения по строительству Из-за которых мы не могли поставить близко к берегу, настолько близко, как нам бы хотелось Дом с постоянным фундаментом, с стационарным фундаментом Поэтому мы решили строить дом на сваях, модульный дом И там еще у нас были определенные ограничения по тому, какими должны быть коммуникации У нас должен быть только закрытый септик и так далее В общем, все пришло к тому, что у нас будет не сруб, а модульный дом Но, конечно, мы не ищем простых путей Поэтому мы строили модульный дом по индивидуальному проекту Это заняло больше времени, чем если бы мы просто купили серийный дом в какой-нибудь из компаний Которые эти дома выпускают, как горячие пирожки Но да, мы подождали чуть дольше, зато мы получили уникальный дом Расскажи вот еще про дом То есть технология здесь каркасная, отопление какое? Отопление электрическое, здесь нет газа Газ сейчас уже сказали, что возможно провести Но я не уверена, что он нам нужен Потому что мы в прошлом году У нас были серьезные перепои с электричеством из-за урагана И мы тоже долго думали, как создать резервную систему питания Ну, любые вот эти вот генераторы, там газовые, дизельные Это расходники, это запах, это надо где-то их отдельно ставить Не факт, что их не сопрут Они шумят, они тоже Они шумят И в общем нам случайно совершенно подвернулась история про Есть такая компания, What's Battery Они делают резервные системы питания для дома С использованием солнечных панелей И таких, знаешь, батареек, которые как пауэрбанк для дома То есть у нас бойлерный, может быть, потом я вам покажу Стоит 8 вот таких, мы обсчитали, сколько нам надо на наш дом У нас стоит 8 вот этих панелей И у нас несколько солнечных батарей на крыше Конечно, в такую пасмурную погоду мы получаем максимум процентов 30 Солнечной энергии В дождливую погоду 0 Но нам она не нужна постоянно Потому что у нас есть электричество Но если электричество вырубают, а здесь это в последнее время часто бывает Ну вот сколько он может продержаться на этих аккумуляторах? Если бы не было солнечных батарей, то сутки Но с батареями это практически непрерывная поддержка То есть ты поддерживаешь основные вещи Отопление, холодильник, горячую воду Уже индукционной плитой пользоваться не получится Она очень много жрет Но у нас есть маленькая газовая плитка Вот с полом мы немножко, знаешь, как бы Ну, первый дом, он не может быть без косяков А что с полом? Это называется кварц-винил А, кварц-винил, да И они обещали, что, во-первых, он супер-гидроизолированный То есть он очень хорошо держит влагу И во-вторых, что он супер-антивандальный Да-да, а в итоге... Влагу он держит, правда, не протекает Но с антиводальностью есть проблемы, а еще его ведет И он такой, знаешь, местами, вот видишь, здесь шов разошелся То есть это не изначально так было? Нет, нет, так изначально не было Вот там вот тоже шов разошелся Из этого дурацкого кварц-винила Мы не стали делать теплые полы Потому что он выдерживает только максимум температуры, там, типа, 24 градуса, по-моему А потому что деформируется как-то? Потом деформируется И, ну, 24-е это ни о чем Вот, тратить энергию еще и на то Ну, то есть мы думали, как сделать, как в Скандинавии, когда Знаешь, как норвежцы одежду сушат? Нет, кстати, нет На полу Они приходят с прогулки, все с себя снимают и бросают на пол У них везде горячая плитка и горячий пол И дети так сушат одежду А у нас, и мы тоже так хотели сделать Потому что, ну, ты видишь, что за окном Дети всегда с прогулки приходят вот так, с ног до головы, мокрые, по брови Независимо от того, снег это, дождь, или там Они могут в грязи вывалиться, в воду упасть Там, Ваня нас любит зайти в одежде, в водохранилище и упасть на пол О, боже мой Вот, и я мечтала о том, что вот мы будем приходить, просто бросать одежду на пол И она будет сухая Но из-за этого кварц винила мы не сделали теплые полы А, в общем, он так не особо себя оправдал После того, как мы побывали в гостях у Тутта Ларсен, задумались А где же найти хорошие напольные покрытия? И нашли Сдаю все явкие пароли Это кварцевый ламинат К тому же, у дистрибьютора есть 3D-конструктор Я тут честно залип, и полчасика просто сидел, грузил фотки и играл в конструктор Это очень увлекательно Загружаете в фото зоны, где вам нужно сделать пол, и приступаем Можно выбрать тип укладки, дизайн, толщину защитного слоя А после можно зайти в карточку товара, где будут все подробности о покрытии И тут вы точно будете знать, можно ли сделать теплый пол, какой материал износ и другую важную информацию Можете сразу рассчитать стоимость для зоны, которую выбрали А еще можете скачать приложение и увлекательно проводить время в метро Ссылка в описании У тебя какое любимое место? Ну, кухня-гостиная – это самое любимое место Это у меня вообще такое, знаешь, я вот сюда приезжаю, вот так сажусь Вот так ноги закидываю И могу не встать за сутки ни разу Знаешь, только еще телефончик или какое-нибудь вязание И созерцаешь Да, я сижу, созерцаю Это мой любимый телевизор Потому что здесь в этом нашем закуточке очень сильно роза ветров Это сегодня как-то очень спокойно А обычно здесь прямо 12 месяцев сказка Знаешь, здесь постоянно что-то меняется Небо меняется, ландшафт меняется Здесь очень много птиц У нас здесь живут цапли Они прилетают, улетают Может какой-то орел целый час над участком парит Потом сядет какую-то мышь, сожрет Да, да Я даже купила бинокль У нас здесь прямо такой birdwatching, знаешь Снегири Я первый раз в жизни здесь увидела снегири Слушай, красивый стол, да? Да Это тектон, они тоже сделали Это массив дуба И как ты видишь Он без всяких плексигласовых вставок И у него очень классная, тяжелая Устойчивая основа железная Такая цельно сваренная Он уж тяжелый Прямо невозможно Он не качается И он большой Сюда помещается Ну вот смотри Шесть Восемь человек Кухня нам делала компания Кухни-двор Они крутые, потому что мы сначала сделали кухню вот досюда Вот так А потом они нам в этом году вот эту часть еще дорастили И поди скажи, что это было в разное Ну что между ними два года разницы Ну кстати, да, даже по цвету Они все сделали очень круто И мы бы и туда сделали часть какую-то кухонную Но там батареи, не хочется ее закрывать И самый кайф это, что у меня мойка с окном О, да, да, да Вот я туда Тоже мечтала о таком? Да, я о таком мечтала И когда у нас была эта вся пандемическая история И я вынуждена была мыть посуду постоянно за всей семьей и готовить Я с тоской смотрела в окно А у меня там две большие козьи ивы И я смотрела и думала Вот мои подружки Вера и Надя Что еще? Вот моя любовь, конечно Слушай, вот тут красивая печка Да, это очень крутая печка Это очень классная печка Камин Вермонт, Интрепит И он очень маленький на самом деле Но очень много дает тепла Это такой серьезный канадский чугуней И его надолго хватает У него, я забыла, катализация, по-моему, это называется Когда уже дрова прогорели Ты в какой-то рычажок там нажимаешь И оно еще отдает тепло в комнату достаточно долго А, ну то есть у него просто эффективность КПД очень хорошая Да, и если даже какой-то коллапс происходит с отоплением Вдруг электричество или там что-то засорилось То всегда камином можно, по крайней мере, в этой комнате Разогнать тепло до нормальной температуры Слушай, тут еще бывает, ведь боятся в деревянных домах Там делать камин, да, что-нибудь случайное Искра какая-то Ну здесь все предусмотрено Видишь, огнеупорная стена И, в общем, мы здесь сделали какой-то специальный этот Подпол Ну, как это назвать? Пол Но, да, ты прав Я очень хочу поставить здесь еще датчики дыма Мы пока еще этим не занимались Мы сейчас ставим сигнализацию Просто вне ведомственную охрану И плюс к этому я хочу добавить, конечно, пожарную сигнализацию Вот, это очень красивая дровница, которую делают ребята компании Flamed Они нам еще делали офигенную вот эту, не жаровню, а костровище с мумитролями по нашему заказу Ты можешь что угодно им заказать и у тебя будет очень красивая чаша костровая Типа как ковка они делают Да, 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 да Но по заказу Да, ну видишь, нам пришлось по назначению использовать винные пробки Не по назначению Потому что у них очень острые рога, а дети все время за них задеваются Вот это вот, да, кажется, прямо, ну не знаю, может быть даже опасно немножко Слушай, смотри, вот у нас есть такой крутой сундук Мы там храним всякую чушь Где такое взяли? Это сундук 19 века Я его купила в фейсбуке в группе антикварная барахолка Так просто? Да, да, и он вообще недорого стоил Он, правда, был немножко подубитый У меня есть друзья, которые реставрируют мебель И они мне его, ну как-то так, привели в божеский вид При этом мне вишню подновили, но не сделали из него новодел Нет, 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 нет Он очень классный Вообще я очень люблю такие вещи в интерьере Всякое старье, всякое урухлятие барахло Вот именно на фоне нашего строгого скандинавского дизайна Я человек функционального дизайна И я очень часто любуюсь красивыми интерьерами В каком-нибудь классическом стиле Или там, не знаю, модерн Или что-то такое витиеватое, замысловатое Но мой дом – это всегда максимум мест для хранения Максимум эргономики И минимум красивого ради красоты Это не значит, что у нас некрасиво Просто мы стараемся изначально создать Какие-то максимально простые линии Максимально такой, знаете, нейтральный контекст В который можно потом интегрировать самые разные вещи У нас везде один дизайн в этом доме Одинаковые стены, одинаковый пол, одинаковый потолок Одинаковые светильники Но зато мы обыгрываем интерьер текстилем Картинами, посудой Какими-то маленькими мебельными аксессуарами Вроде забавного столика или красивого кресла Для меня, наверное, это важно И важно, чтобы было очень много мест для распихивания вещей Практически каждый квадратный метр в этом доме Чем-то занят и как-то функционирует Мне нравятся, знаете, вот эти подвесные потолки И какой-то второй свет, и еще что-то Но это не моя история Идея, понимаешь, в модульном доме вообще сложности с дизайном Потому что он же собирается не по комнатам А по кускам целого модуля Вот здесь, например, вот кухонный модуль А дальше несколько коридоров и санузел Это еще один модуль И ты не можешь каждый модуль по-разному дизайнерить Это будет некрасиво То есть у тебя полдома будет в одном стиле Полдома в другом А дополнять можно еще один модуль, например, проставить? Да, да То есть и сейчас это можно сделать? Я тебе больше скажу Его можно разобрать и продать, как поддержанный автомобиль Перевезти куда-то и собрать в другом месте В этом тоже прелесть модульного дома Но мы и... А с другой стороны, нам это сильно облегчило задачу Мы поняли, что мы просто все будем делать, весь дом в едином дизайне А нюансы будем создавать текстилем, аксессуарами, украшениями Ну, как вся скандинавия делает Вообще дом, на удивление, оказался теплый, уютный, комфортный Знаешь, есть такое мнение, что модульные дома, они как бы не настоящие Они как игрушечные какие-то, знаешь В них пожил три года и все И сдует его Да, но, кстати, я говорю, здесь такие ветра, что я иногда сижу здесь и чувствую себя Эли из Канзаса, потому что все ходит ходуном Вот эта вся железная... Ну, вот эти железные стены, они трещат, скрипят Он вообще живой, знаешь, он ночью пощелкивает, постукивает С этим тоже пришлось сначала привыкнуть к этому Как-то пришлось... Ну, еще слышимость, наверное, хорошая, да? Всех слышно Птицы... Это единственный минус модульного дома, это слышимость Птицы вообще жесть Я мечтала услышать соловья, пока мы не переехали сюда в апреле Потому что здесь были сотни соловьев И они начинали орать в три часа утра Как только расцвело, все просто Здесь такой птичий базар был Но слышимость внутри дома высокая тоже, да То есть, например, если наш старший сночек ночью не может никак уснуть И ходит в два часа ночи по дому хлопает дверью в туалете, я просыпаюсь Это Марфин телескоп Мы подарили его на 10 лет Как раз в пандемийный год у нее был юбилей 10 лет мы отмечали здесь его И мы в него видели Луну И Сатурн с кольцами даже разглядели Тоже очень красивые стулья Я где-то их видел, но не могу вспомнить, где Это магазин Дип Хаус, который делает замечательные вообще вещи Их стулья часто очень используют в кафешках, во всяких ресторанах Садись, он, кстати, тяжелый Просто посмотри, какой основательный стол У него пластиковый верх и деревянные ножки И нам очень нужны были стулья антивандальные Потому что дети А, они хотят все использовать Да, они, ну... Нет, прикольно Вот, а подушки я покупала в Ля Редут Интериор онлайн А это Икеа Вот, очень красивые вот эти наволочки Прям люблю такую всякую ерунду А хотите узнать, как еще можно круто оформить акцентную стену в своей квартире? Мы собрали топ-10 необычных дизайнерских обоев Которые подойдут для того, чтобы сделать самую классную комнату в вашей квартире Еще больше смотрите в Инстаграм, а ссылка в описании Субтитры сделал DimaTorzok Слушай, красивый он звучит Да, это прям музыкальный инструмент Это один перкуссионист делает вот такие вот колокольчики Я купил две штуки, а второй вот там, пойдем, я тебе в него позвоню Он тоже... у него другой звук совсем Ну, какой приютный Класс, да? Мы просто ходим мимо и дзинькаем Очень мне нравятся вот наши стены По-моему, это какая-то сосна полярная, что ли, или арктическая Я их все время путаю Наверное, полярная Ну, хорошо сделано Мне нравится, что у нее такой розоватый оттенок Она очень нежная, такая не теплая, не холодная Для любой... ну, как бы с любым сочетается другим цветом или мебелью Вот это, кстати, тоже нам ребята из ГИД предложили здесь под лестницей сделать зеркало Здесь была голая лестница Тут я вообще даже не понял, что это лестница Да, да, видишь, как классно она пространство Я еще хотел сейчас спросить тебя, для чего это помещение, да? Это зеркало, а здесь у нас под лестницей как раз вот такой склад всякого барахла Тут хранилище, вон, сапачий корм, какие-то стульчики рыбацкие Это детский санузел Кстати, заметьте, у нас очень простые двери Это офисные финские двери Самые-самые примитивные Но они отлично вписываются в скандинавский дизайн А, еще есть бойлерная Ага, бойлерная это вообще техническое помещение? Да, это вообще техническое помещение Пойдем, я тебе покажу Вот наши пауэрбанки для дома Слушай, они красивые тут Да, они красивые, тихие, много мест не занимают А самая прикольная штука, это вот что Это детские, детсадовские шкафчики с сушилкой Это вы где-то из детского сада вынесли? Нет, мы купили это Это мне посоветовали как раз мои рабочие Когда я сетовала, что у нас нет теплого пола И где же мы будем греть детскую мокрую одежду Оказалось, что есть российского производства Вот такие железные детские, детсадовские шкафы Которые там включаются, теплый обдув И они сушат одежду, прикинь А это комната Луки, нашего старшего сына Он здесь царит И у него здесь, кстати, смотри, какой интересный рабочий стол Мы решили минимальной кровью решить Слушай, ну ему досталось вообще хорошее Да, здесь очень классно И мне тоже здесь очень нравится текстиль Кстати, волшебные шторы нам делала компания Олла И вот очень мне нравится это покрывало И у нас везде, кстати, кровати краснодарские Мы заказывали их из Краснодара Очень-очень-очень крутого качества Там огромный ящик для белья Слушай, у Луки еще достались окна какие-то, да? То есть он может выйти отсюда просто? Да, да, она открывается, дверь здесь у Луки Как раз вот это прямо окно балконное Если снять сетку, можно выскочить Здесь у нас висит один из моих любимейших трофеев Мы его привезли из Осло То есть это какое-то декорирование просто? Это шерстяной ковер Очень хитрым образом ко мне попавший Это супер-мега-лимитка Которая сделана по мотивам гравюр Величайшего норвежского художника эпохи модерн Герхарда Мюнте Я его случайно увидела Когда была в городе Олесун Увидела его работы в музее модерна Окажется, норвежский модерн был весьма-весьма знаменит На весь мир гремел И вот Герхард Мюнте, он, во-первых, первым иллюстрировал саги скандинавские в своей манере А во-вторых, он в начале 20 века делал фиговую тучу всяких интерьерных вещей Очень крутую посуду И его жена по его эскизам делала гобелены И вот это по мотивам их совместной работы Что-то из норвежских каких-то сказок или легенд А ты специально хотела себе такое? Или просто увидела, впечатлилась? Нет, я влюбилась абсолютно в Герхарда Мюнте Он просто для меня открылся совершенно Опять же, Норвегия, кажется, страна типа викинги, лес, берсерки, лодки, треска Но на самом деле это страна высокого искусства Пусть там были всего лишь Грик, Мунк и Герхард Мюнте, да, и там Генри Кипсон Но это люди, которые, ну, прогремели на весь мир и гремят до сих пор И пусть их немного великих имен культуры Норвегии, но они просто супер-мега-звезды Но про Мюнте я ничего не знала, пока я в Олесу не попала в музей Кстати, еще о шторах, вот, спасибо Ола Они нам сделали на больших окнах текстильные шторы А на вот этих всяких сложных и нестандартных окнах Вот такие очень прикольные тоже шторы Плесе Которые супер-удобные Они вот так вот чистятся тряпкой, понимаешь? А вот пыль вот здесь вот так не остается? Ну, она остается, но чистится тряпкой Легко, да? Да, очень легко, и, в общем, ну, нету пыли Нету пыли, я убираю в комнате, слушай Здесь, обрати внимание, тоже ковер Тоже, да По мотивам того же Герхарда Мюнте Тоже привезенный из Осло Но это уже мне привозила моя подруга, которая там живет Из этой комнаты самый крутой вид Но здесь есть проблема, которая заключается в том, что Здесь всегда очень сильно светло И когда светает, у тебя будет просто свет То есть это не проблема, но нам тоже пришлось сильно помучаться со шторами Я не хотела синтетические шторы А вот эти все затемняющие, они, как правило, прям суперполиэстер И, ну, мы нашли хорошее решение Это вот хлопок с льном, и они очень неплохо затемняют И вот эти вот, тоже, видишь, они такие, ну, светонепроницаемые Ну, только в выигрочках немножко Здесь нам сделали классный гардероб, такой очень легкий А вот здесь вот три работы Сергея Хохлова Тоже, казалось бы, да, ну, достаточно простая вещь Ну, очень выразительная Купить три штуки и вот так их развесить, это была моя идея А, я сама придумала Да, они по отдельности продавались Ну, здесь такое у нас место посидеть, потупить Можно? Да, очень уютно Очень люблю тупить Не, вот такие штуки, кстати, классные Да, здесь круто И, конечно, мне очень нравится в этой комнате большой подоконник Это тоже массив дуба Ты тоже, скажи, классно, да, когда такие широкие подоконники, да И как рабочий стол, и посидеть Я обожаю широкие подоконники Я вообще обожаю все, где можно сделать какой-то уютный уголок Где можно накидать подушек, набросить пледик, поставить чашечку, положить книжки Вот для меня это прям тема А у меня вот есть участок в другом месте Меня вот мучает такая проблема, что мне забор не хочется ставить А все время напрягается, что с той стороны может кто угодно прийти, приплыть А ты как вот сама к этому относишься? Я сначала парилась на эту тему, но сейчас я думаю, а зачем? Ну, на доме стоит сигнализация, здесь есть люди, которые его охраняют еще Конечно, если, знаешь, у меня у друзей угнали квадроцикл из элитного охраняемого поселка Сохраняемого периметра со всеми камерами и сигнализациями Просто пришли люди в масках, приехали на одном квадрике, залезли, вскрыли, достали Ну, я к тому, что никто не застрахован Здесь, в принципе, летом-то никто не придет по воде Зачем? Ну, приплывет, может высадиться на берег, посмотреть на наш дом Тут бывает такое, я сижу на берегу, знаешь, плывет лодка А здесь очень хорошая слышимость на воде Просто звук разносится Я с того берега слышу, о чем там рыбаки матерятся на том берегу, понимаешь? И лодка плывет, и я слышу, а здесь у нас дом, тут и Ларсон Серьезно? Да, я живу местная достопримечательность Участок без заборов Я понимаю, что очень многие боятся Многие не хотят Кажется, что как так, ко мне будут все ходить Это все открыто, все видно Ну, и просто страшно, что это небезопасно, в конце концов Мне кажется, стоит отбросить все свои страхи И попробовать сделать именно так Не всегда нужны заборы Друзья, можно иногда рискнуть и сделать свой участок гораздо красивее Гораздо комфортнее Да, немножко страшновато, но это того стоит А, кстати, хотела тебе сказать, что я тебя обманула И пол у нас не кварц-винил, а керамовинил Я все время их путаю Керамовинил Но это он же, да? Это он же, да, вот еще один его минус Видишь? На нем появляются непонятные мне пятна Их невозможно ничем оттереть Никакой бытовой химии А что вообще появились? Я не знаю, может быть ржавая вода была У нас бывает ржавая вода А может быть еще что-то Но оно вот намертво въелось и все Конечно, существилась еще одна моя мечта Это ванна с окном И раньше, когда лес был совсем густой И полный какого-то валежника Было прикольно А сейчас я вижу в окно дом соседа Но надеюсь, что дом соседа не видит меня Вот Но вообще мне ужасно нравится, что есть окно И у нас, кстати, из-за этого окна Как раз такая стояла дилемма Какую шторку для ванны сделать Потому что шторка для меня обязательно Ну, потому что моешься все время все Летит вода на полу Но если бы мы поставили обычную тряпочную Было бы сразу испорчено все То нету вида, да? Ты заходишь, упираешься глазами в эту шторку Вот, слава богу, я нашла вот такую стеклянную шторку Ее хватает тут? Ее хватает, да Но у нее тоже есть свои прелести Во-первых, она хрупкая И мы, видишь, здесь повесили такой войлочный предохранитель Ну, хоть как-нибудь защищение Из Икеи, да А во-вторых, ее после каждого мытья нужно оттирать Я вам купила скребок Еще у меня есть кархеровский мойщик для окон Такой, ну, знаешь Такой, как отпариватель Слушай, ну тебе же, наверное, надо после всех После мужа, после детей Все, чтобы это кто-то чистый Ну, поэтому я сюда детей не пускаю А тушевую кабину моет муж Я ненавижу мыть тушевую кабину Это единственная обязанность по дому От которой я умоляю меня избавить Я лучше восемь раз помою пол и туалеты И у нас, знаешь, очень смешно Просто как бы наша здесь Вообще моя бытовая активность в этой квартире Началась с мытья санузлов И раз помыл унитаз там, да Извини за подробности Приходишь, а он уже, ну, буквально через пять минут Потому что никто за собой не убирает как следует И я тут пару раз устроила очень серьезные разборки Вот, дети научились, значит, адекватно за собой ухаживать Соблюдать гигиену Вот, и однажды Ваня там что-то давал какое-то интервью Спустя полгода И сказал, а что ты гордишься своими родителями? Он сказал, моя мама очень хорошо моет унитазы Мне не хватает крючков Как видишь, все завешено жутко Поэтому я хочу вот сюда еще парочку крючков Добавить А вот здесь вот уже надо полить Вот дом Такая гадость, понимаешь? Постоянно что-нибудь делать, да? Все время что-то происходит Все время что-то отклеивается Отваливается Что-то течет Что-то капает Что-то где-то разочаровывает Но не до конца Кстати, отметь фантазию моих Давай Строителей Фантазию строителей? Да, это же тот же самый керамовинил В модульном доме есть еще один минус Здесь нельзя использовать плитку кафельную Она слишком тяжелая для этих стен И она может отваливаться, да И, ну, не знаю Короче, по какой-то причине Кафельная плитка не вариант А, ну, по той, что с ней нельзя перевозить Они же его собрали с отделкой на заводе Потом сюда перевозили Манипулятором стали А плитка, она бы, наверное, отвалилась Вот, из-за этого Мы не знали, как сделать этот фартук Чтобы не мочить И парни, и строители Предложили сделать фартук Из того же материала, что и пол По-моему, классно получилось Я думаю, все равно, что Не бывает строительства без косяка И для первого дома У нас уровень косяковатости минимальный Ну, а ты как вообще относишься к этому? Что вот если какие-то там недочеты Какие-то проблемы Что это все для тебя прям ужас-ужас? Ты знаешь, но Вещи, типа вот там Разошедшихся каких-то швов Или там пятен на полу Они меня расстраивают Но это не ужас-ужас Но, например, если У меня не течет вода Или она течет ржавая Или еще что-нибудь То есть если какие-то прям серьезные вещи Которые портят качество жизни Я к этому отношусь То есть неудобство, комфорт Вот это вот для тебя Для меня дом это вообще часть меня Как мое тело И мой муж очень иногда это не понимает И расстраивается даже Потому что я очень сильно расстраиваюсь Если какой-то косяк в доме И он оперативно не решается Для меня это как будто я заболела Знаешь Он считает, что я слишком близко к сердцу это принимаю Что вообще нельзя так относиться К материальным вещам Но вот для меня это просто дом Это не то, что я такой алчный человек Который там удавится за свою собственность Просто для меня дом больше, чем дом Это мое убежище Это мое пространство Мой космос Это мое место силы И, конечно, если здесь прям что-то Ну, такое радикально не в порядке Я от этого болею Прямо страдаю Для меня дом, я повторюсь Это место силы Это огромная батарейка Где мне должно быть хорошо Более того, именно дачный дом Такой, как наш Который находится далеко До которого нужно ехать два часа И который находится в пространстве Сильно отличающемся от того В котором мы проводим большую часть жизни Это большой мегаполис Для меня очень важно состояние Чтобы я приезжала сюда И прямо меня переключало Чтобы я здесь замедлялась Затихала Чтобы меня здесь никто не дергал Не было никакой суеты Поэтому, конечно, я стараюсь максимально Делегировать какие-то даже полномочия В уборке, в уходе И за домом, и за участком Другим людям Я приезжаю сюда в первую очередь отдыхать И если я хочу что-то здесь сделать по хозяйству То это должно быть не по необходимости А по желанию На самом доме компания Rich Let Сделала нам просто фантастической красоты проект Ночью домик выглядит как из пряничных Как он, знаешь, наш домик ночью выглядит как пряничный домик Ну, а если говорить о стройке Вообще о том, как выбрать свой дом Мне кажется, это вообще мистическая вещь Это совершенно не то же самое, что квартира Дом это настолько У нас как-то в крови В нашей генетике Это настолько важная часть Твоей какой-то личной истории Это как-то очень сильно связано С твоим наследием, с твоими предками Потому что они жили не в многоквартирных домах А сотни лет жили на земле В домах И для меня это, правда, дело жизни И я считаю, что здесь очень важно не торопиться Очень важно выбирать именно то Что потом будет тебя радовать И греть долгие-долгие годы Поэтому я, например, не понимаю Как можно купить готовый дом Который кто-то уже построил под себя Для себя Все-таки мне кажется, что свой собственный дом Надо строить с нуля И с точки зрения безопасности Это тоже на самом деле важно Тогда ты знаешь, какие у тебя коммуникации Где они располагаются И насколько качественно сделаны, например Тоже электричество И, конечно, бывают какие-то форс-мажорные варианты Когда вам надо срочно построить дом И у вас мало денег И вы ставите то, что можете себе позволить И слепили из того, что было Но все-таки, если есть возможность построить дом То надо не мелочиться И сразу строить дом своей мечты Вот правда Пусть это займет много лет Пусть это займет много времени Пусть на это уйдет немало денег Но вы предварительно их как-то соберете И аккумулируете Но самое ужасное Это когда ты приезжаешь в дом И тебе что-то режет глаз Ты чем-то недоволен Строек без косяков не бывает У нас тоже есть небольшие косяки Но я считаю, что для первого в жизни дома Мы построили просто идеальный объект И здесь нет ничего, что сильно воздействовало бы Отрицательно на качество нашей жизни Поэтому, во-первых, я считаю, что дом должен быть у всех А во-вторых, я считаю, что это не та ситуация В которой нужно экономить Торопиться И как бы возлагать ответственность на кого-то На других В общем, это прям твоя личная вещь И ты должен в нее максимально погрузиться Максимально ей отдаться Друзья, ну а дальше выбор за вами Квартира или дом Сегодня вы увидели отличный дом Тут и Ларсон Мне кажется, теперь вам есть над чем подумать Ну а теперь хочу спасибо сказать тем, кто подписался на канал Вы сегодня вообще молодцы Потому что вы теперь увидите еще много новых отличных выпусков Ну а те, кто не подписался, самое время это сделать Ну и, кстати, еще подпишитесь на наш Пинтерест Потому что все самые лучшие идеи Со всех домов, со всех квартир Сразу оказываются там Сразу в вашем телефоне Все, до новых встреч, друзья В новых выпусках Буду рад вас увидеть Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok